Вот это вот наша дворовая канализация, которая нас без конца топит. У неё отвод переломный, перелом находится вот под этим вот строением. И местная управляющая компания, непосредственно Волжская ЖЭК и Водоканал, никак не могут решить между собой, кто должен производить ремонт. То есть ничейная, да? Получается, да, как бы ничейная, а в результате страдает моя квартира. Как только она переполняется, у меня затопляет подвал, над которым непосредственно находится моя квартира. После последнего затопления, вот 24 воскресенья вечером, вот мы обнаружили, рухнул фундамент, на котором вот стоит стена между комнатой и кухней. То есть у вас подвал сейчас затоплен, да? У нас подвал затоплен. Можно посмотреть? Можно. Вода находится и под кухней, и под комнатой. Вот это непосредственный подвал. Свет не могу включить, там замкнула всю проводку. Вся проводка там взорвалась. Сейчас я вам покажу, сколько там воды. Ого! Так, не ступенька. Вот, все. Ушкруньте. Вот. Метр, да, больше даже? Да. То есть, Венеция, да, у вас такая? Да, можно сказать, Сочи, в центре России. А фундаментная стена, ну, это вот, чтобы посмотреть, надо вот туда спускаться. Обвалился вот именно вот такой же вот фундамент. Вот как вот он идет. Вот. Началось сначала было немножко там, ну, примерно вот такой вот ширины вот рухнуло. И теперь он все осыпается, осыпается, вот уже почти до угла. То есть, как только он дойдет до угла, вот эта вот вся стена, то есть вход в квартиру непосредственно, оно все упадет туда. А у меня дети маленькие, вот сегодня сын спускался, смотрел, вот, как увидел, что там творится. Говорит, мама, я не пойду домой, вдруг я упаду. На кухню я их стараюсь вообще не упускать, потому что подвал идет вот так и под всей кухней. Кухня, получается, полностью на весу, на воде стоит. Это все началось со 2 января 13-го года. Вот первое у нас затопление было, все запасы пропали, то, что мы на зиму запасали. Мы позвонили, я сразу же обратилась в управляющую, там мне дали номер аварийной диспетчерской, приехали слесаря. На улице люк почистили, вот, а здесь вода так и осталась. И мы своими силами, я и мой сын, 13 лет, он инвалид, детство, у него астма, тяжелая форма, почти, не почти, а все новогодние праздники черпали вот эту воду. Тысячу с лишним ведер вычерпали этой воды, канализации, все убрали, что у нас там пропало. После этого он у меня очень сильно болел, вот, простыл, что ж там в воде, практически мы целыми днями этим занимались. А я знаю, вам, вы тоже, да, болеете, вам тоже нельзя, да? Да, у меня это, я тоже инвалид второй группы, у меня гипотиреоз с сильными осложнениями. Задыхаюсь, вот, с ингаляторами хожу, баллончиками. Обращались в приемную губернатора, оттуда наше, тут мое обращение отправили Прокопенко. Прокопенко, в свою очередь, отправил Буренину. А Буренин отписался, что все работы проведены, и это, авария вот эта вот устранена, неполадки вот в этой системе все устранены. И вот сегодня, когда я к нему пришла, он сначала ни в какую не хотел разговаривать, ссылаясь на то, что он занят, что только в приемные часы. Я ему говорю, ну вот, мне отписались, что сделали работу. Он, когда увидел свою подпись, говорит, ой, это же я расписывался. Я говорю, ну да, если вы Буренин, значит, вы расписывались. Все, и вот пообещал, что... Начал звонить в ТСЖ, вот он, чтобы они сегодня пришли, этот акт составили, посмотрели, что творится. Вот, и в ТСЖ ему ответили, что некому идти, что они все заняты, что они работают, что у них народу нет никого. Пообещали, что вместе с представителем из администрации завтра утром придут, составят только акт. Я ему говорю, говорю, вы понимаете, здесь может до утра не дойти, говорю, что люди-то водой пользуются, и вся вода, она у меня получается, у меня рушится. До завтра.